Всем привет, это Техноарена. Представляю подборку лучших смартфонов стоимостью до 500 долларов. В этом видео я покажу 10 самых крутых моделей, вкратце расскажу об их преимуществах, а подробные технические характеристики будут в таблице на экране. Если что-то заинтересует, в описании к видео есть ссылки для уточнения цен. Один из мощнейших смартфонов, который сейчас можно купить до 500 долларов, это OnePlus Ace, или OnePlus 10R, как он еще называется на международном рынке. Этот монстр поддерживает сумасшедшую 150-ваттную зарядку, оснащен топовым 5-нанометровым процессором Diamond CT8 100 Max, а в максимальной конфигурации он предлагает до 512 гигабайт памяти. Основная камера Sony IMX 766 с оптической стабилизацией. Фронталка от Samsung с достаточно широким углом обзора, больше чем у конкурентов. Заряжается OnePlus Ace просто моментально, буквально за 5 минут батарея разгоняется до 50%. И с автономностью порядок, без игр телефон работает до двух дней. Кстати, игры тащит абсолютно все, без компромиссов в графике. Экран суперкрасочный, 10-битный, со встроенным сканером отпечатков и с нормальной реализацией функции Always-On-Display. Напоминаю, что если вы недавно на нашем канале, обязательно подписывайтесь и тыкайте в колокольчик, потому что на техноарене регулярно публикуются интересные подборки и сравнения смартфонов. А самый популярный смартфон в категории до 500 американских рублей – это Xiaomi 11 Lite 5G NE. Хотя по цене он даже ближе к 400. Лучший образец китайского инженерного искусства. Отличается очень изящным дизайном, весит 158 грамм, толщина 6,8 миллиметра. Имеется базовая влагозащита класса IP53. Платформа этого телефона базируется на чипе Snapdragon 778G, который обеспечивает более 500 тысяч баллов в Antutu. Не 700, как у предыдущего OnePlus, но тоже весьма неплохо. Годится для сложных игр на средне-высоких настройках. Зато камера у Xiaomi повеселее, главная на 64 мегапикселя, фронталка на 20. Видео в 4К снимает плавно, автофокусировка вообще не тормозит. К тому же в Xiaomi 11 Lite 5G NE можно найти редчайший артефакт в виде слота под карту памяти. Друзья, пожалуйста, не стесняйтесь высказываться в комментариях. Напишите, что вам понравилось из нашей подборки или предложите свой вариант лучшего смартфона за 500 долларов. Интригующим среднебюджетником в ассортименте компании Samsung является Galaxy A33 5G. К преимуществам этого смартфона я бы отнес по-настоящему водонепроницаемый корпус. Крутые камеры с оптической стабилизацией и процессор нового поколения Exynos 1280 с мощной геймерской графикой. Под нагрузкой телефон не перегревается, а по быстродействию соперничает с более дорогим Galaxy A53. Оценка в Antutu свыше 400 тысяч баллов. Камеры A33 на самом деле безупречно работают в любых условиях. В авторежиме, в помещении, в темноте, без разницы. 4К-видео можно снимать и на фронталку, тогда как у многих конкурентов для селфачей обычно лимит Full HD 30 кадров. Так как цены в магазинах периодически меняются, для вашего удобства я добавил в описании к видео список ссылок, по которым можно проверить точную стоимость телефонов из этого топа. Советую пробежаться по всем ссылкам, иногда там попадаются знатные скидки. На фоне Galaxy A33 чуть посолиднее смотрится Realme 9 Pro Plus. Стеклянный корпус, нормальная турбозарядка в комплекте, бодрый процессор Dimensity 920. И на этом плюсы Realme еще только начинаются. Его AMOLED-дисплей поддерживает полноценную индикацию уведомлений и функцию DC-димминг. Чтобы мерцание матрицы не доставляло дискомфорта. Подэкранный сканер отпечатков параллельно позволяет измерять пульс. Аккумулятор заряжается за считанные минуты, 50% набегает всего за четверть часа. Правда, камеры похуже, чем у Samsung, но зато производительность на высоте не телефон, а ракета. В плане дизайна мало кто может посоперничать с Huawei Nova 9. Этот смартфон выглядит нереально дорого. Обтекаемый корпус очень удобно ложится в руку, а зеркальная задняя крышка пригодится, чтобы делать селфи на тыловые камеры или бриться в походных условиях. Спереди Nova 9 выделяется изогнутым экраном водопад с ультратонкими рамками. Матрица не мерцает, но для неверующих в настройках все равно есть функция антишим. Видео в 4К записывается со стабилизацией, в том числе и на потрясную 32-мегапиксельную фронталку. Прямо в процессе видеосъемки доступно переключение между любыми камерами. Далее тройка народных любимчиков. Очень выгодное соотношение цены и качества имеет Realme GT Master. 8х256 гигабайт памяти, шикарные камеры с разрешением 64 и 32 мегапикселя, скоростная 65-ваттная зарядка и двухэлементная батарейка, геймерский 778 дракон под крышкой, амулет дисплей на 120 герц со всеми необходимыми опциями, уведомления о снижении мерцания и прочее. Этот телефон действительно хорошо оптимизирован. Среди аналогов с точно таким же чипом и зарядкой Realme GT Master неведомым образом демонстрирует более привлекательные результаты тестов. Максимум практичности пытается предложить Redmi Note 11 Pro. Огромный экран диагональю 6,7 дюйма, емкий аккумулятор на 5000 мАч, стереодинамики, адекватный датчик приближения, восхитительный корпус из матового стекла, поддержка карт памяти и проводных наушников. Основная камера от Samsung с астрономическим разрешением 108 мегапикселей. Детализация фоток получается просто поразительная. В комплекте есть приличный блок питания на 67 Вт. Заряжает на 50% за 15 минут. И все это по очень разумной цене гораздо ниже 500 долларов. Еще дешевле продается 4G-версия Poco M4 Pro в топовой конфигурации на 256 гигабайт. Это относительно компактный и легкий смартфон. Весит 180 грамм корпус с защитой от брызг IP53. Процессор Helio G96 обеспечивает около 320 тысяч попугаев в N2TU и уверенно справляется со сложными 3D-игрушками. Дисплей на 6,4 дюйма AMOLED 90 Гц с довольно гибкими настройками цветопередачи. И яркость у него погромче, чем в версии M4 Pro с 5G модемом. Главная камера на 64 мегапикселя, скорость зарядки очень комфортная, первые 50% залетают за полчаса. Для любителей миниатюрных телефончиков сейчас не осталось ничего лучше, чем iPhone SE 2022. Совсем не лопата, экран всего 4,7 дюйма, но технически это почти флагман. Казалось бы, какие преимущества могут быть у самого дешевого смартфона Apple? Да навалом. Водонепроницаемый стеклянно-металлический корпус, беспроводная зарядка, поддержка eSIM, профессиональная камера с оптостабом, которая также тянет видеосъемку в 4К 60 кадров. Суперпроцессор A15 Bionic с частотой до 3,2 ГГц. Уникальная вещь без альтернатив на рынке Android. Смартфоны с традиционным IPS-дисплеем постепенно исчезают из продажи, но я все-таки нашел еще одну новинку – это Honor X8. Аппарат отличается невероятно тонкими рамками и завораживающим дизайном, особенно в серебристой версии. Прошивка с завода идет с сервисами Google, так что с установкой приложений и игр никаких проблем. Модуль NFC весьма отзывчивый и не задумывается при оплате. Объем памяти 6 на 128 ГБ с возможностью расширения оперативы. Автономность под нагрузкой от 5 до 10 часов. Все работает плавно, без фризов. Друзья, спасибо за просмотр! Актуальные цены на все показанные смартфоны вы можете уточнить по нашим ссылкам в описании. Пожалуйста, ставьте лайк, делитесь в комментариях своими мыслями о лучших мобилах до 500 долларов. Подписывайтесь на наш канал и врубайте уведомления через колокольчик, чтобы не пропустить новые эксклюзивные топы и сравнения от Техноарены. Всем удачных покупок и чудесного настроения! Субтитры сделал DimaTorzok